Практически ежедневно по всем телеканалам, радиостанциям, в интернете мы видим и слышим обсуждение проблемы наезда на бизнес со стороны силовых структур, всевозможные истории, когда отнимается бизнес, блокируется бизнес, вмешиваются в жизнь бизнеса всевозможные наши правоохранители, прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, Госнаркоконтроль, ну кто только не вмешивается, при том, что высшее руководство страны бесконечно говорит о том, что это нужно прекращать, что это вредит экономике, что это ужасное зло, при этом это зло без конца ежедневно существует. Вот сегодня мы поговорим с Виталием Буркиным о том, в чем вообще сущность этого явления, вот этих вот не останавливающихся и, в общем-то, практически постоянных наездов на разные бизнесы со стороны разных правоохранительных структур, как с этим бороться, и в чем, собственно, сущность вот этого взаимодействия между бизнесом и правоохранителями. Ну и начнем с главного, наверное, такого всеобъемлющего вопроса, вообще, почему это может происходить? Казалось бы, вот правоохранители, они там ловят жуликов, там хулиганов, надзирают за общественным порядком, зачем им ввязаться к бизнесу, зачем им вмешиваться в бизнес, ну, собственно, в чем здесь причина? Я бы назвал, выделил причины и условия. Причина – это корыстный интерес, потому что все мы прекрасно понимаем, что с помощью воздействия правоохранительной системы можно склонять того или иного человека к определенным действиям, в том числе. Нет более убедительного довода, да, как уголовное дело. Условия. Несмотря на многие заявления руководства страны о том, что пора перестать кошмарить бизнес посредством преследований в уголовном порядке, созданы все условия для этого, а именно Верховным судом России. И Верховный суд России официально заявляет о том, что он осуждает порочную практику осуждений предпринимателей, особенно по завышенным квалификациям, да, очень часто это происходит. Что такое завышенная квалификация? Ну, чрезмерно тяжкая необоснованная квалификация. Когда на самом деле, допустим, в действиях предпринимателя состава какого-нибудь экономического преступления, там средней тяжести или небольшой тяжести, вменяется ему хищение в составе ОПГ, допустим, да. Но на самом деле Верховный суд России, а именно его пленум, вынес несколько разъясняющих постановлений Верховного суда России, пленум Верховного суда России, в котором, в принципе, в котором создал правовую неопределенность. Он фактически дал разрешение такое, уже, можно сказать, гласно привлекать по статье мошенничества, в том числе и за обычные хозяйственные операции. Что такое бизнес? Бизнес – это редко один человек, да? То есть обычно это предприятие, компания, компаньоны, там, какой-то коллектив, да? То есть по определению сразу можно здесь усмотреть, во-первых, сговор, да? То есть есть директор, есть бухгалтер, есть там замдиректоры, всевозможные должностные лица предприятия, то тут даже доказывать, вроде как, ничего не нужно, это все уже ОПГ, да? То есть представление правоохранителей, да? То есть, условно говоря, директор дал указание бухгалтеру, бухгалтер его исполнил, все, они уже преступная группа, да? Водитель отвез, он уже участник преступной группы и так далее, и так далее. Замечательно, удобная среда. Но если ты полагаешь, что, как бы, ну, причиной вот этого всего явления является, ну, простая корысть правоохранителей, то я, в свою очередь, тогда предположу такую вещь, то есть мы наблюдаем картину, когда, условно говоря, одна группа и одна организация, там, какой-то правоохранительный орган, условно говоря, просто отнимают активы и деньги, какие-то, значит, имущества у уже сформировавшегося бизнеса. Так получается? При том, что правоохранители, с одной стороны, призваны защищать интересы граждан и бизнеса, и экономики, при этом они, получается, что действуют совершенно наоборот. В связи с тем, у меня вопрос, ну, неужели, как бы, государство в целом не понимает, что оно, ну, условно говоря, рубит сук, на котором сидит? Незаконное преследование уголовное любого лица, хоть предпринимателя, хоть чиновника, да, хоть обычного гражданина, есть преступление. Да. Преступления носят скрытый или латентный характер все эти. Никто не говорит и никто не объявляет в МВД, там, в ФСБ или еще где-то, да, ну, у нас в основном, да. Мы боремся с бизнесом, да. Да, что мы боремся с бизнесом, мы кошмарим бизнес, да, и мы создали условия для незаконного уголовного преследования. В СМИ информация в пресс-релизах звучит как? Такое-то, такое-то не исполнило обязательства перед сотней дольщиков, например, да, не исполнили такие-таки обязательства, получая уголовное дело, там, и так далее, и так далее. Разумеется, никто не признается, что созданы искусственно причины, по которым собственник бизнеса, да, не может исполнить эти свои обязательства. И вот здесь мы переходим к третьей причине. Как правильно защищаться, то есть люди правильно не защищаются. Получается, что есть два варианта развития вот этих вот событий по преследованию бизнеса. Первый. Бизнесмен совершает какое-то незначительное правонарушение, либо ошибку во время ведения бизнеса, или компания совершает эту ошибку, и за нее цепляются правоохранительные органы, раскручивая и преувеличивая вину, как вот ты сказал, вменяя более тяжелые составы преступления. Второй вариант. Это правоохранители и вот эти вот гонители бизнеса, они сами придумывают какой-то сценарий нарушения и вменяют его вину предпринимателю. То есть здесь у меня тогда вопрос такой. Насколько несовершенство нашего нынешнего законодательства потворствует вот этим ситуациям? То есть насколько несовершенство этого законодательства формирует среду, в которой неизбежно происходят либо нарушения, либо какие-то ошибки со стороны бизнеса? Возможно ли вообще в принципе вести идеальный бизнес, чтобы к нему никто не мог докопаться, условно говоря? В 2008 году, это про несовершенство законодательства, оно здесь очевидно, да? В 2008 году, если мне не заменяет память, была введена в Уголовный кодекс статья, предусматривающая ответственность за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Формулировка, с которой введена в уголовный закон эта статья является совершенно абсурдной и противоречит вообще науке уголовного права, она звучит так. Мошенничество, сопряженное с заведомым намерением не исполнить договорные обязательства. То есть в самой формулировке уже парадокс. Это двойное мошенничество получается? Как будто бы двойное мошенничество. Для чего? Якобы законодатель у нас тогда президента был Медведев. Почему законодатель, идея законодателя заключалась в том, чтобы в привилегированное положение поставить коммерсантов, которых преследуют за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, да? Там они составы очень мягкие. Но ирония заключается в том, что таким образом государство только признало, что мы кошмарим бизнес за гражданское право и отношения. То, каким образом сформулирован этот состав, полностью развязал руки следственным органам, они начали предъявлять обвинения, возбуждать уголовное дело по всем фактам неисполнения договорных отношений. По всем. Мы имеем странную ситуацию. Но, опять же, поправь меня, если я не прав, я не юрист, я вот сейчас пытаюсь вникать в это с точки зрения человека с улицы. Если один гражданин у другого занял 100 рублей и не отдает, то это гражданское дело, они идут в мировой суд, и суд принимает решение, обязывает его вернуть деньги. То есть никакой уголовной ответственности здесь даже близко не идет речь. То есть вот взял деньги, не отдал. Если коммерсант, условно говоря, взял у своего партнера, контрагента, у кого-то там товар, деньги, еще что-то, и не выполнил свои обязательства по какой-либо причине, объективной или субъективной, всякое бывает в жизни, бизнес есть бизнес, ошибки и прочее. И вот в этот момент это уже может квалифицироваться как уголовное деяние. Я правильно понимаю? Абсолютно правильно. То есть наступило время абсолютного произвола. Минутку. Вот получается так, что к одному и тому же, в принципе, явлению, то есть вот в обоих случаях, которые мы с тобой обсуждаем, мы видим ситуацию, когда, условно говоря, не исполнены какие-то обязательства. 100 рублей занял или 100 миллионов занял. Но при этом это суть одно и то же. Но в одном случае это гражданско-правовые отношения и ответственность ровно в рамках гражданско-правовых отношений. А во втором случае это суровая уголовная проблема и может там закончиться реальным сроком. Так ведь, да? Да. Разве такое вообще существует в праве, в государственном устройстве, ну, как это сочетается внутри одной и той же юридической системы? Андрей, ну, дело в том, что я сказал две минуты назад, что это, в принципе, противоречит науке уголовного права, да, понятию состава преступлений. Теперь у нас ее немножко видоизменили, эту статью. Раньше она была 159, там, точка 4, по-моему, да. Машинка, да. А теперь она внесена в обычную 159-ю часть, в статью, в часть 6-я, 5-я, там, исполнение договорных обязательств. К чему это привело? Но мы-то понимаем, что когда кошмарит бизнес, никому неинтересно вменять эту статью, да, по которой заведомо не поднесется никакого, не будет никакого какого-либо серьезного наказания, да. Придумали вменять ОПГ. Это та история, где бухгалтер, водитель, там, грузчик и кладовщик, они автоматически включаются в преступную группу. ОПГ, либо еще сильнее преступное сообщество, это статья 210, да. Это отличие тем, что там в 210-й статье преступное сообщество от ОПГ отличается тем, что там еще структурные подразделения. Ну, структурные подразделения тяжело нарисовать, да, то есть водитель создал... Ну, водитель – это руководитель транспортного цеха, да. Теперь государство схватилось за голову и говорит, нет, надо теперь запрещать по экономическим составам вменять 210-й. Но почему это смешно? И все специалисты, в общем-то, говорят о абсолютной глупости вот этой законодательной инициативы. Ну, 210-ю ты запретил, ну, 159-ю часть 4-ю в составе ОПГ никто не запретил. А санкции практически одни и те же. То есть, ну, не вменяйте 210-ю, вменяйте 159-ю. У нас получается, что выбор у следственных органов чрезвычайно богат, да, то есть было бы клиент, а статья к нему найдется. Мы сейчас все-таки должны как-то немножко конкретизировать, чтобы стало понятнее, о чем идет речь. Вот ты упомянул неисполнение договорных обязательств и вот методику правоохранительных органов превратить это событие в какое-то там, ну, предполагаемое уголовное деяние, да. Ну, то есть один бизнесмен не исполнил обязательства перед другим бизнесменом или гражданином, и уже вот это можно превратить в преступление. Но ведь это же типичная ситуация, например, на рынке строительства. То есть человек приходит в строительную компанию, заключает договор на покупку квартиры. Строительная компания строит эту квартиру, там так или иначе есть какие-то сроки и обязательства, ну, и практика показывает, что в последние годы у нас как-то эти обязательства редко исполняются. Правильно ли я понимаю, что уже в момент, когда на следующий день после первого дня окончания срока этих обязательств можно уже застройщика превратить в уголовного преступника или, по крайней мере, обвинить в каких-то преступлениях? Преступником считать, конечно, его нельзя, но следствие может. Есть прекрасная формулировка, которую часто используют следствия, завуалировав свои преступные действия. Доходят до того, что, пишут так, завуалировал свои преступные действия, построил два дома, а вот с третьего решил наживиться. То есть доходят до такого абсурда. И вот здесь уже вопрос заключается в том, насколько идет серьезное сопротивление со стороны преследуемых. Несмотря на то, что в прессе, в медийном пространстве огромное количество этих примеров, хотелось бы пример, условно говоря, из нашей жизни. Есть ли у тебя какая-то история, которая, условно говоря, очень близко к нам находится, в Уфе, в Башкирии, что-то подобное, когда было следственными органами, обвинением, по крайней мере, или судом были искусственно сформированы эти несуществующие преступные сообщества? Из последнего, из свежего, я приведу пример Стритамаксовое уголовное дело, которое у нас года три расследовало МВД Республики. Ситуация, очевидно для меня, была искусственно доведена до банкротства застройщика. Это ЕТЗК, директор ЕГАЯН. Удивительное дело, и вот там действительно вменили ОПГ, в том числе главному бухгалтеру, и описали ее действия, обычное хозяйство, неотличимое от обычной хозяйственной деятельности, как преступное. Причем поражает, знаете, что она не являлась ни учредителем, ни директором ООО, но из обвинения звучит так, что она определяла направление финансовых потоков, она оказывала содействие ЕГАЯну в хищении денег дольщиков, хотя это звучит абсолютно абсурдно. Такое же обвинение вменили юристу этой организации. И вот с ЕТЗК это история, которая вот лакмусовая бумажка, не сначала банкротство, а потом уголовное дело, а сначала уголовное дело, которое привело к банкротству организации. И дольщики, сейчас около 200 жителей Сталитамака, ходят на уголовные процессы и почему-то считают, что вот это уголовное преследование, оно совершенно правильно, оно приведет к восстановлению их прав. Воздействие на предприятие, на бизнес в процессе вот этого вот ложного или даже не ложного экономического преследования, уголовного преследования со стороны правоохранителей. Я здесь вижу такую картину, что, ну вот как ты сказал, сначала уголовное дело, потом банкротство, вот эта последовательность, она исключительно взаимосвязана. Дело в том, что, ну, если посадить директора, бухгалтера, водителя и завсклада, или по крайней мере каким-то образом ограничить их деятельность и деятельность предприятия, арестовать счета, опечатать склады, то мы понимаем, что наступает коллапс, и предприятие перестает работать. Неизбежно перестает работать, потому что оно не может рассчитываться по долгам, оно не ведет хозяйственные деятельности. А в случае с застройщиками здесь наступает интересная история. То есть я вдруг себя словил на мысль о том, что какая-то часть вот этих вот проблемных строек, она появилась в результате не зловредных действий застройщиков или там неумелых строителей, которые там, условно говоря, там кто-то украл деньги, кто-то там, значит, не рассчитал свои силы, кто-то неправильно вообще выстроил бизнес-модель, а какая-то часть этих проблемных строительных компаний и объектов возникли в результате воздействия силовиков. И если это так, то это вообще преступление в квадрате. Потому что одно дело, когда застройщик и гражданин, который попытался купить у него квартиру, вот у них что-то не сложилось, а когда вмешательство третьих лиц, которое привело к подобным явлениям, это совсем уже ужас и безобразие. Вот если я правильно понимаю, то в истории с Игояном и в Стрель-Тамаке именно такая последовательность случилась. Сначала правоохранители вмешались в деятельность компании, а потом она обанкротилась, что привело к появлению вот этих обманутых дольщиков. Или все-таки это не так? Все примерно так и обстоит, потому что после вмешательства органов, кстати, очень инициативные были чиновники Стрель-Тамакской мэрии, возбуждено было уголовное дело, все по стандарту, опечатывание, арест активов, кошмаривание дольщиков, распространение негативной информации, коллапс и так далее. В результате мы сейчас получили несколько недостроенных домов. Может быть, господин Егаян бы их, конечно, тоже не достроил, но сейчас мы об этом не узнаем, потому что он вполне обоснованно и оправданно будет обвинять в этом правоохранительные органы. Достроил бы или не достроил Егаян, это еще вопрос. Ну, то есть мы действительно не можем понять. Но он уже точно не мог достроить после того, как в это дело вмешались. Абсолютно верно, да. Как, на твой взгляд, существуют ли хоть какие-то методы, хоть какие-то возможности или не допустить, или минимизировать риски вмешательства наших правоохранителей в дела бизнеса, в бизнес-процессы и в работу вообще компании и организации? Полностью избежать этого нельзя, но многое в руках уже бизнесменов, да. Ни в коем случае нельзя занимать выжидательную позицию. Необходимо переходить к активным действиям. Вот, кстати, когда я сталкиваюсь с этими ситуациями, консультирую бизнесменов, строителей, очень часто сталкиваюсь с тем, что коммерсанты боятся первое переходить наступление. Да, потом уголовное дело, потом адвокаты говорят, что состава преступления здесь нет, да, позиция пассивная. Здесь необходима позиция, которая заключается в следующем. В отношении нас совершено преступление такими-то, такими-то лицами. Очень важный момент. То есть, ты полагаешь, что полезно и правильно сразу же предъявлять обвинение самим акторам этих процессов, я имею в виду там следователей, каких-то еще там прокуроров, которые пытаются возбудить эти уголовные дела или пытаются выдвинуть эти уголовные обвинения. То есть, нужно работать на упреждение, нужно заранее объяснить им свою позицию или все-таки нужно ввести какую-то игру? Необходимо переходить к активным действиям сразу, дабы не допустить возбуждения уголовного дела. Я объясняю, что такое уголовное дело. И, допустим, 2-3 года. Наказание предприниматель несет не приговором суда, не после приговора суда. Наказание фактически человек несет в ходе следствия. И то обстоятельство, что через 2 года его там оправдают полностью или частично, да, ни в коем случае не говорит о том, что его права восстановлены. Он будет наказан в ходе следствия. На это расчет. Поэтому ты не должен допустить вот этого длительного следствия. Для этого необходимо не допустить возбуждение уголовного дела. Есть определенные механизмы для этого. Таким образом, мы приходим к неожиданному выводу, что в случае наезда правоохранительных органов на бизнес наказание и ущерб для бизнеса наступают уже в процессе разбирательства, уже в процессе предъявления претензий. Не после суда, не тогда, когда примет решение или вынесут приговор, а вот в момент, когда первый раз приходит оперативник, условно говоря, в офис. То есть начинается уже ущерб для бизнеса. Этот ущерб может быть разрушительным. В связи с чем у меня сразу возникает вопрос. Существуют ли хоть какие-то рекомендации для бизнесменов, как себя вести, что нужно делать, чего не надо делать, чего нельзя делать, что обязательно нужно делать, если столкнулись с ситуацией наезда на бизнес со стороны правоохранительных органов. Чего нельзя бояться, и многие боятся, и усугубляют свою ситуацию. Боятся, опасаются заявлять о чем-либо, потому что это оголит их какие-то нарушения. Но давайте так. Какие-то другие нарушения. Да, какие-то другие нарушения. Но давайте так. Какие-то заявить о каких-то своих административных налоговых нарушениях абсолютно не страшно, если на весах обвинения в УПГ. Допустим, и так далее. Вторая ошибка. Прячутся от общественности. Разговаривать с дольщиками. У нас, как правило, если идет рейдерский захват посредством возбуждения уголовного дела, то с дольщиками работают. Нападение работает с дольщиками. Дольщики не понимают очевидного. Я могу привести пример, когда в одном случае недавно, который удалось практически разрулить на ровном месте, дольщиков настроили против застройщика на том основании, что он пытался продать некоторые квартиры. Но, друзья, если он не продаст эти квартиры, он не достроит ваш дом. То есть они очевидного не понимают. Их пытались выставить на пикеты против этого застройщика. Параллельно там возбудили уголовное дело в МВД. Я правильно понимаю, что ты говоришь о деле Мукминово? Нет, не о деле Мукминово. В дело Мукминово я подключился тогда, когда уже было обвинение, когда уже поезд разогнался и ехал. И, к сожалению, несколько лет ушло на то, чтобы разрешить его ситуацию. И вот именно та ситуация 10 лет, 10 лет незаконно преследовали человека по совершенно безумному обвинению. Никто не понес наказание. Ни прокуроры, ни следователи, ни судьи, которые выносили неправосудный приговор в первой инстанции. ОПГ ему вменили вместе с бухгалтером, который подписывал КСК формы. И, наконец, третья ошибка. Здесь не обязательно мы говорим о недобросовестности адвоката или юриста. Но ситуация заключается в том, что, к сожалению, стереотип такой. Адвокат ждет. Давай подождем, пока будет возбуждено уголовное дело. Мы сейчас вроде бы как никаким механизмом не обладаем. Нет. Именно надо действовать на стадии доследственной проверки. Не допустить возбуждения уголовного дела. Знаем, да, что такое возбуждено уголовное дело. Оно должно дойти до суда, ну, там и так далее, и так далее. Колонии или там условный срок. И абсолютно те подходы, которые там у нас годами практиковались, они сейчас не подходят. Почему? Потому что необходимо противодействовать в первый же день, в первый, второй, третий день. И чередовать юридические действия с информационными. Насколько допустимо выносить в публичное пространство, скажем, вот эти вот дела, вот эти вот преследования, вот эти конфликты, связанные, ну, с бизнесом, да, с наездом правоохранителей на бизнес. Насколько бизнесмены готовы к этому, не готовы? И насколько, самый главный вопрос, насколько это полезно для защиты? В телевизоре появляется пресс-служба, МВД, допустим, да, и заявляет о том, что выявлено преступление, возбуждено уголовное дело в отношении руководства такой-такой-то фирмы, да, а там застрой, а там дольщики, а там вкладчики, там и так далее, и так далее. Как вы считаете, здесь можно не действовать в этой ситуации? Да? Ну, я как пиарщик понимаю, что нужно отвечать на эти действия, да, потому что с той стороны уже произошло некое действие, некий вброс в публичное пространство, и, на мой взгляд, тем самым, например, ну, вот, если это речь идет об МВД, там, следственном комитете или прокуратуре, они уже заранее формируют образ вот этого злодея, который, вот смотрите, он обманул. Хотя следствие не закончено, приговор не вынесен, значит, там, ну, там еще конь не валялся, и, как бы, экспертизы не проведены, то есть никаких действий, а, ну, пресс-служба уже вышла с заявлением. Причем в объеме необходимое информационное сопровождение сто раз превышающим действия обвинения, потому что необходимо теперь перехватить инициативу, повестку, да, там, сформировать позитивный образ, да, рассказать, в чем заключается этот рейдерский захват. И вот этого многие не делают, да, по разным причинам, да, страх, боязнь, там, стереотипное мышление. Непонимание. Да, непонимание. Адвокаты, рекомендация адвокатов, да ты не лезь, да ты не поднимаешь умиху, да тебя закроют, да у тебя, давай вместо заключения под стражу мы тебе сделаем сейчас домашний арест. Ну, домашний арест, это и есть наказание для человека, да. Возбуждение уголовного дела с арестом активов и недовольные дольщики, которые будут расторгать, допустим, договоры и не заключаются новые, это уже наказание, да. А меры пресечения в виде подписки о невыезде адвокатам и преподносятся, как победа. Да никакая это не победа, это полное поражение, да, потому что сейчас поехал каток, который полностью вас раздавит. В общем-то, можно дать достаточно четкую, универсальную рекомендацию людям, представителям бизнеса, которые попали в эту ситуацию. Защищаться можно по-разному. И то, и то, на самом деле, будет правильно, но эффективен будет только второй вариант, да, первый вариант. когда вы совместно с адвокатом пишете заявление ходатайства о том, что нет состава преступления, это все абсолютно правильно, да, это все абсолютно правильно, но не принесет никакого эффекта на данной стадии. Это может быть в суде вас где-то там частично оправдает, да. Чтобы решить ситуацию, необходимо описать полную картину, которая происходит с вами. Назвать фамилии, может быть, тех людей, которые осуществляют рейдерский захват, ясно, четко и понятно, заявить о преступлении, в чем оно заключается. Вот ошибка в том числе Ягаяна. Да, он вот там сейчас адвокат, они вроде бы его правильно защищают, там говорят об отсутствии преступления, но ему необходима была защита на первоначальном этапе, да, когда рейдерский захват фактически его бизнес осуществлялся, да, там, с участием чиновников Стелетомака, там, БЭП, там, и так далее, и так далее. Он этого не сделал. Сейчас он сидит в Ярославле, потому что он не смог достроить еще в Ярославле дом. Почему мы, почему не достроил дом в Ярославле, я не знаю, но я примерно представляю из-за чего. Потому что у него проблемы с Стелетомакой. Вот и все. Такие вот рекомендации. У тебя, Виталий, есть достаточно уже наработанный опыт в взаимодействии с подобными проблемами, и более того, есть ряд конкретных, выраженных результатов в борьбе за интересы твоих клиентов, которые попадали в такие ситуации. Я имею в виду ситуации попыток рейдерского захвата, попыток наезда со стороны правоохранительных органов, там, корыстных или некорыстных, говорить об этом не будем, но вопрос у меня вот такой. В чем суть твоего метода, и в чем, условно говоря, вот этот секрет, который позволяет тебе добиваться результата в отношении таких вот, на мой взгляд, непростых, сложных, запутанных дел, которые не всегда дают положительный итог для своих клиентов, у многих других адвокатов и юристов. Старый способ защиты умер. Старый способ защиты. Мы ничего не говорим до суда, мы отказываемся давать показания. Этот метод умер неэффективный. Он эффективный по некоторым ряду дел, когда там убийство обвиняют, там, и так далее, да, где неизбежно полгода расследования. Я никогда не ставлю на какие-то процессуальные нарушения, какие-то мелкие недоработки следствия. Мы сразу начинаем говорить о преступлении в отношении человека. И, на самом деле, там, Мукминов, там, или Кобиров, там, или еще мои некоторые там крупные предприниматели, там, Медведев, да, там, Андрей Витальевич, который их развещал, это не самые красивые истории, потому что там дошло практически везде до суда или до окончания следствия, да, ну, там, у Медведева пораньше, у Кобирова пораньше, Мукминов 10 лет. Самые мои интересные кейсы, это когда мы за 2-3 дня разрешали всю проблему до возбуждения уголовного дела. Вот, вот это результат. Хотя, конечно, красиво, это когда человека оправдали в суде, но, на самом деле, востребована услуга когда-то за несколько дней, там, ну, условно говоря, да, там, 2-3-4 недели разрешаешь серьезную ситуацию. То есть, недопущение самой проблемы, ну, на мой взгляд, это действительно лучший результат в подобных историях. Ну, в общем, я желаю тебе и твоим клиентам побольше разрешения проблемы до суда и вообще недопущения там каких-то существенных проблем в течение следствия и вообще, чтобы это следствие не состоялось в отношении твоих клиентов. Ну, и, собственно, будем следить за ходом событий. Тема, которую мы сегодня обсуждали с Буркиным, я имею в виду тему взаимодействия, конфликтности государства, силовиков и бизнеса, она, конечно, бездонная, мы, наверное, только краем ее зацепили. Думаю, что мы со временем будем возвращаться, может быть, возвращаться в каких-то конкретных кейсах и историях, но надеюсь, что это было интересно не только нам двоим, но и многим другим людям, которые вовлечены в процессы, которые участвуют в бизнесе, которые его создают и которые надеются на то, что этот бизнес будет процветать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова